Доброе утро! Вот многим не нравится, что у нас сроки планирования бюджета сокращаются. Если в этом году главный финансовый документ Край еще смотрит вперед на три года, потом будет только на один. Эксперты говорят о том, что дальше пока загадывать не приходится. Так ведь и третий из нас, по словам социологов, планирует свою жизнь всего на год-два, а 46% не представляют, что их ждет уже через несколько месяцев. А между тем, когда есть четко определенные цели, больше вероятности, что они будут достигнуты. Можно вешать список на холодильник, можно держать в уме это как больше нравится, а в краткосрочной перспективе все ясно. Свежий, утренний и для вас. Утренний вестник. Вот о чем расскажем. Под каким созвездием вы родились? Не торопитесь с ответом, послушайте легенду губернского города. Спокойствие и только спокойствие. В рубрике «Чтоб я так жил» школа бесконфликтной дрессировки. Ох, рано встает охрана. В неведомственной охране исполняется 63 года. Будь славен институт. Сорокалетие празднует Пермская альмаматор поэтов и музыкантов. Своими силами можем ли мы повлиять на то, чтобы улицы стали чище? Ремонт можно только начать, гласит народный скепсис. Но это смотря как подойти. Ведь в двух муниципалитетах края работы по программе капитального ремонта уже завершены, отчитываются власти. Вот и в Ванюках фасад готов, на очереди козырьки. Еще с дороги видно, что жители за своим домом следят. Строению уже 50 лет. В свое время успели поменять кровлю, систему отопления и водоснабжения. Теперь взялись за фасад. Еще в сентябре жители этого дома в поселке Ванюки боялись выйти на свои балконы из-за их ветхости. Спустя два месяца балконы укрепили, а фасады привели в нормативное состояние. Приняв решение участвовать в программе капремонта, жители за пару месяцев собрали 30% средств и договорились о проводимых работах. Деньги решили копить у регионального оператора фонда капитального ремонта. Отштукатурили фасад, покрасили, укрепили балконы. У нас 6 балконов, довольные. У нас все ходят, смотрят, радуются. На 100% завершены работы в Кондратово и Соликамском районе. Кунгур и Барда отремонтировали дома на 80%. В остальных 13 муниципалитетах работы идут к завершению. Это отмечают и в колл-центре фонда. Изменилась специфика вопросов. Люди задают конкретные вопросы. Люди задают о сроках капитального ремонта своего многоквартирного дома. Люди задают вопросы о накоплениях, о корректировках. У нас есть абсолютно четкая программа по собираемости. Это целый план мероприятий, я бы сказал. Он направлен, как мы уже говорили, на информированность граждан. Это в первую очередь. Второе – это доставка платежных документов. В этом году программы реализуются с господдержкой в размере 70%. Общая сумма финансирования из разных бюджетов – более 300 миллионов рублей. Жители отремонтированного дома в Ванюках для себя уже решили. Следующее, за что не возьмутся – ремонт козырьков. Над подъездами Руслан Пепелеев, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Помощь должна быть адресной. Этому посылу считают правильным следовать в Краевом министерстве промышленности и предпринимательства. Субсидии от государства получат лучшие из лучших. Те, чьи проекты имеют перспективу. Кто же они такие? Решают в министерстве. Из полу-гаражного производства в полноценную мебельную фабрику. Именно так изменилась компания «Аврора» за последние 16 лет. Сегодня здесь трудится около 100 человек. Они ежедневно изготавливают порядка 60 диванов различных моделей. Лишь каждый третий из всех выпускаемых диванов на мебельной фабрике в поселке Мулянка остается в Пермском крае. Остальные разъезжаются по просторам нашей необъятной страны. И, возможно, именно этот или вот этот диван окажется в какой-нибудь гостиной где-нибудь в Москве. Обширная география поставок требует развитой логистики и хорошего автопарка. В существующих экономических условиях выводить деньги из оборота опасно, говорит руководитель фабрики. Но и откладывать приобретение новых машин тоже нельзя. Выход нашелся. Субсидию можно получить из регионального бюджета. С этой целью Вячеслав Воробьев направил соответствующую заявку на конкурс бизнес-проектов. Это наш неконечный запрос. У нас есть потенциал развития. И нам требуется осваивать современную, совершенную материально-техническую базу для предприятия. То есть постоянно мы хотим что-то автоматизировать, достичь каких-то процессов, результатов, эффективности производства. Еще 285 прикамских предприятий малого и среднего бизнеса направили заявки на конкурс, который традиционно по заданию губернатора региона Виктора Басаргина проводит Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Мы смело говорим о том, что проект у нас проходит общественную экспертизу. В качестве основных критериев, основных параметров, которыми руководствовались члены комиссии, это в первую очередь степень влияния на социально-экономическое развитие тех муниципалитетов, из которых проекты представлены на комиссию. Конкурсная комиссия уже приступила к отбору лучших бизнес-проектов, на реализацию которых будет выделено свыше 212 миллионов рублей. К примеру, мебельная фабрика «Аврора» планирует получить 400 тысяч, которые позволят покрыть первоначальный взнос по кредиту на приобретение современного грузового автомобиля. Ритис Бараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Ох, рано встает охрана. И еще интересный факт. Когда сотрудники вневедомственной охраны блюдут наш покой и патрулируют улицы, на одном месте им находиться нельзя. Всегда в движении. Ритис Бараускас провел с ними день. И ему есть еще что рассказать интересного. На приеме, 8-3. Лунычарского, 23, магазин «Секлорец», нажатие КВП. Как принял? Принял Лунычарского, 23, «Секлорец», КВП. Все, время пошло. Поступил сигнал тревоги. И теперь у наряда есть не более 10 минут, чтобы, во-первых, скажем так, доэкипироваться, надев сферы, а во-вторых, морально готовыми приехать к месту, откуда поступил вызов. Ночью, кстати говоря, время прибытия сокращается ровно в два раза, до пяти минут. Уже в дороге дежурный по рации передает характеристики объекта, и как лучше всего к нему подъехать. Старший нарядов все фиксирует в рабочей тетради. Приближаясь к месту происшествия, необходимо выключить проблесковые маяки. Действовать нужно скрытно. Лутка 1783 у объекта. Две минуты 48 секунд. Дальше, как говорится, комментарии будут лишними. Наблюдать за профессиональной работой бойцов вне ведомственной охраны – одно удовольствие. Даже несмотря на то, что вызов – всего лишь легенда. Вы имеете право на юридическую помощь, имеете право отказаться на даче объяснения, имеете право на один телефонный звонок, чтобы уведомить ваших близких, родственников, где жилы и что с вами случилось. Имеете право на переводчика. Вам ясно ваши права. Всегда в движении. Экипажу на одном месте дольше нескольких минут находиться нельзя. Таков регламент. Все перемещения наряда вне ведомственной охраны отображаются на мониторе в дежурной части. Такое движение лишь на первый взгляд кажется монотонным. Все может измениться в любую секунду. Что интересно, что сработала тревожная кнопка, и ты уже думаешь, ага, значит там что-то совершается, нужна моя помощь. И никогда неизвестно, что произошло. Быть может кто-то просто забыл пароль от сигнализации, а может быть и совершается вооруженный налет. Нужно быть готовым к любой ситуации, говорит Алексей. За смену на так называемые срабатывания иногда приходится выезжать до десяти раз. Еще зависит от того, какой день. Обычно больше всего ездим в выходные дни, так как в выходные дни гуляет, знаю, молодежь вся в основном. Отдыхают люди, у кого пятидневный график работы. Они работают, веселятся, бывают буйные, пьяные. Бывает где-то что-то в пятидневных заведениях, не хотят оплачивать счет. Счет не оплатили, вы что приезжаете, заставляете оплатить счет? Да нет, почему мы не заставляем оплатить счет. Просто приехали, они оплатили счет, приезжаем. И бывает такое, что до нашего приезда конфликт исчерпан. Впрочем, зачастую конфликт прекращается сразу, как приезжает наряд. Достаточно одного вида бойцов, вооруженных автоматами и пистолетами, в бронежилетах и шлемах. Последние, кстати, еще лет десять назад были на пару килограммов потяжелее. Я уже те времена не застал, когда они большие были, я уже пришел, были вот такие сферы. Да, действительно проще и легче, и голове легче, удобнее на вызов ездить. Когда до этого были, рассказывают старые бойцы, что действительно тяжело, бывало приходилось. И сейчас приходится стоять на улице по два часа, по полтора часа в бронежилете, в сфере на одном месте. Если сложить всю экипировку, то общий вес получится порядка 15-17 килограммов. Но без этого никуда. Все в целях безопасности сотрудников вневедомственной охраны, которые вот уже 63 года охраняют покой граждан. Ритис Бараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это знание, проверенное временем. С ним, конечно, спорят и даже порой успешно коммунальные службы в некоторых городах и странах. Но даже чисто теоретически, хотя бы один способ повлиять на чистоту улиц у нас точно есть. Мы спросили пермяков, может быть, они еще какие знают? Люди говорят. Партнер рубрики «Семейная стоматология Сити Дент». Улыбайтесь чаще, улыбайтесь с нами. Самим не мусорить, не бросать там, где чисто. Остальное от нас не зависит. Чисто и индивидуально. Если человек сам не будет мусорить, во-первых, то будет чище. Ну, если только убираться и как-то это более культуру распространять, то, конечно, а как-то, мне кажется, это очень такое сезонное явление. Меньше мусорить, какую-то внутреннюю культуру соблюдать. Я думаю, это надо с детства воспитывать, с детям, чтобы как-то вот прививалась эта культура. Конечно, может. Но в советские годы же были субботники. Ну, хотя бы вокруг своих домов подместим. Ну, а в моральном плане тут сложнее. Я думаю, да, возможно. Почему бы нет? Если мы все вместе увозьмемся и зададим слово, что не будем мусорить, как это делается в Европе? Почему нет? Я думаю, что начинать нужно с самой себя и с самого себя. Если самим не мусорить, то и не будет мусора. Конституция закрепляет положение о том, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Осуществить ее народ может через представителей или самостоятельно, через территориальные органы самоуправления. Суть тезиса «Власть народа» в нашем следующем сюжете. Лучше всего проблемы своих микрорайонов знают сами жители. Вот только как рассказать о нуждах отдельно взятых дворов тем, кто может повлиять на ситуацию исполнительной и законодательной власти? Не все так сложно, как может показаться на первый взгляд. ТОС – территориальные общественные самоуправления – уже более двух десятков лет как раз объединяют самых активных и неравнодушных граждан с целью решения насущных проблем по месту жительства. Лига ТОС является единственным ресурсным центром, который занимается вопросами территориального общественного самоуправления. И мы получили государственную поддержку в виде гранта на основании распоряжения президента Российской Федерации на проведение первого съезда территориальных общественных самоуправлений Российской Федерации. Инициатор съезда – Пермская Лига ТОС планирует объединить на одной экспертной площадке представителей территориальных общественных самоуправлений со всех регионов России и даже стран СНГ. ТОС смогут поделиться опытом и представить самые интересные практики реализации различных проектов. Региональный этап конкурсов таких инициатив стартовал на прошлой неделе. Главная цель проведения конкурсов – это стимулирование развития территориального общественного самоуправления, выявление лучших практик и придание нового импульса в развитии территориального общественного самоуправления в Российской Федерации. 17 и 18 февраля следующего года около 800 делегатов, представителей власти, бизнеса, некоммерческих объединений и партнерств соберется в Москве. Направить свой проект для участия в конкурсе первого всероссийского съезда ТОС и заявить о себе можно до 15 декабря на сайте съездтос.рф. Ритя Збараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». У каждого, наверное, есть список нужных телефонов. Автомеханик, золотые руки, врач от бога, знакомый юрист, ну мало ли что. Такие телефоны обычно хранят бережно, делятся ими не всегда охотно. И у каждого горожанина, оказывается, есть очень важный телефон, почти личный номер главы города. Почти потому, что отвечает он на звонки не всегда сам, но периодически сам. Огромная снежная гора в центре индустриального района уже давно почернела от грязи и ничего, кроме отторжения, не вызывает. Жители терпеливо ждали, когда коммунальные службы ее уберут. Не дождались и обратились лично главе города. Проживаю в индустриальном районе и каждый раз, приезжая мимо культурного центра, индустриального района, мимо столицы торгового центра, наблюдаю большую сугроб снега, черный уже, черный-черный, который кортит облик нашего города. Владимир, сегодня глава взял на себя обязательство кучу убрать снега, а я проеду в районе, посмотрю, как будет выполнено. Уже спустя полчаса глава Перми лично наблюдал за тем, как рабочие убирали снег с территории. Колл-центр главы Перми – это отличный пример обратной связи. Возможность прямого общения с мэром и администрацией. Пермики могут задать любой интересующий вопрос и оперативно получить ответ. На Ленина, 96, Ленина, 94, Лиханово, 39, там огромный двор. Значит, там мы проводим реконструкцию площадки для сбора бытовых отходов. Вопрос. Необходимо нам осветить эту площадку? Юрий Николаевич, глава района с вами свяжется, еще раз на место выедут, переговорят, да-да-да, Зержинского района. И на месте попытаются оперативно отреагировать. Прямые линии – практика традиционная. В этот раз в колл-центр поступило 17 звонков, 14 глава взял на личный контроль. Следующая прямая линия состоится 5 ноября. На вопросы жителей будут отвечать представители департамента жилищных отношений. Тема – расселение аварийного жилья. Дни из пальчиков Тимофея Салов, телекомпания «Ветта». Информационное пространство сообщает. Энергоэффективное, экономичное жилье в России – очень, оказывается, перспективное направление. Это актуальный вектор развития технологий во всем мире. Впрочем, приходя в гости к друзьям, понимаешь, у нас об энергоэффективности знают по большей части в теории. Так есть ли они доступные технологии, которые позволят сэкономить и ресурс, и деньги? До чего дошел прогресс? В области экономии научная мысль продвинулась значительно. Каждый пермяк может обзавестись, например, смесителем с термостатом и сенсором. Они говорят – экономят воду. В тех же целях магазины предлагают использовать унитазы с интеллектуальным сливом. Впрочем, принцип, по которому экономия должна наступить уже завтра, в их случае не работает. Эффекты нужно ждать в течение года. Гораздо более ощутимо в отопительный период помогают сэкономить новые технологии в области отопления. Но и здесь свои условия. По поводу экономии можно говорить тогда, когда есть счетчик тепловой энергии, индивидуальный. Потому что вне зависимости от того, какой стоит радиатор – чугунный, алюминиевый или биометаллический – не имеет смысла. Потому что подается количество теплоносителя одинаковое на квартиру. В большинстве домов старой постройки установка таких счетчиков представляется затруднительной, учитывая вертикальную систему отопления. Жителям новостроек повезло больше. Установив счетчик, собственник может стать настоящим хозяином не только жилплощади, но и получаемых коммунальных благ. Во всяком случае, платить лишь за то тепло, которое реально поступает в его квартиру. Похожим способом специалисты предлагают избежать переплаты за горячую воду, если ее температура не соответствует нормативу. Это счетчики горячей воды, которые начинают считать от 40 градусов и выше. Если температура воды в горячем крайне, ну в горячем травопроводе, когда раз проходит меньше 40 градусов, то он считает как холодная вода. Только обеспечив корректный учет потребляемых ресурсов, продолжает Дмитрий Быков, можно говорить об экономии финансов. А дальше можно опробовать смеситель с термостатом и сенсором или интеллектуальную сантехнику. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Вслед за пальмовым маслом законодатели объявили войну пищевым добавкам. В середине ноября в Госдуме планируют рассмотреть поправки в закон о защите прав потребителей. На этот раз бой, подобный тому, что уже идет против пальмового масла, будет дан глутамату натрия. Эту пищевую добавку Е621 используют как усилитель вкуса. Вкусная и полезная добавка к информационной картине дня – пресс-парад. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Не ешь 621. Статью под таким заголовком читаем в российской газете. Законодатели предложили выкладывать в магазинах отдельно от других продукты, содержащие усилитель вкуса. Глутамат натрия добавка Е621 притупляет вкусовые рецепторы, а также вызывает проблемы с лишним весом. По данным экспертов, производители злоупотребляют ей и не всегда сообщают о ее наличии в товаре. Традиционные продукты, где она применяется в качестве добавки – это различные приправы, лапша и пюре быстрого приготовления. И всевозможные салаты на корейский манер. Последние десятилетия производители приноровились класть эту добавку, куда вздумается – от снеков вроде чипсов или сухариков до колбас, сосисок, соусов, всевозможных полуфабрикатов и так далее. Добрая бабушка плохого не посоветует. Чайковскую активистку осудили за хищение коммунальных денег и взяли под стражу в зале суда. Читаем в свежем номере еженедельника аргументы недели при Камье. Дело в отношении Натальи Болякиной было заведено по ходатайству общества с ограниченной ответственностью городская управляющая компания, директором которой она успела побывать в прошлом. Как установило следствие, пользуясь служебным положением со счетов организации, Наталья Болякина похитила немногим менее 1 миллиона рублей, собранных с жильцов в качестве оплаты услуг ЖКХ. Приговоры закономерные – три года общего режима. При этом судья постановил, что Болякина представляет угрозу для общества, а раз так, должна быть заключена под стражу прямо в зале суда. Выстрел в спину. Стройка встанет? Застройщики столкнулись с новыми проблемами. На этот раз они связаны со страхованием долевого строительства, пишет новый компаньон. Строительные компании практически исчерпали свои внутренние ресурсы. Ипотека недоступна для населения, а проектное аккредитование для застройщиков. И без того тяжелая для отрасли ситуация осложняется новыми правилами страхования договоров долевого участия в строительстве, едва ли не последнего финансового оплота застройщиков. В связи с новой законодательной инициативой Банка России эксперты ожидают ни много ни мало, а полного краха строительного рынка. Уже сегодня зависли договоры, заключенные после конца сентября. Всегда оживленные коридоры регистрационной палаты сейчас практически пустые. И как будет расшиваться эта ситуация, пока никто не знает. Упражнения для руля и памяти Экзамены в ГИБДД усложнятся, сообщает коммерсант. В ближайшее время вступит в силу документ, фактически завершающий начатую два года назад реформу образования водителей. Речь идет о новых усложненных правилах проведения экзаменов в ГИБДД. Для будущих водителей госавтоинспекция приготовила новые упражнения на площадке и новую бальную систему в городе. Эксперты говорят, что все это в совокупности должно повысить качество подготовки граждан и снизить аварийность среди начинающих автолюбителей. Автомобиль в кредит. Так у нас поступают многие. Ничего необычного. Но вариант ДТП в кредит я не припомню. Но и такое случается. Рубрика «Правила денег». Партнер рубрики «Правила денег» Центра стоматологии «Щелкунчик». Цените свое здоровье и выбирайте безупречные качества. Добрый день. Клиенту, довольно известной в стране страховой компании, предложили получить возмещение после ДТП на пластиковую карту Дружественного банка. Пусть он выяснил, что по этой карте может быть открыт кредитный лимит. По сути, я заключил кредитный договор, в котором назван заемщиком и имею обязательства перед банком, если воспользуюсь этим кредитным лимитом, а беспокоен он. Как выяснили журналисты портала банки.ру, кредитный лимит к расчетным картам страховые компании и банки стали прикручивать недавно. Раньше выдавали обычные дебетовые карты. Но банкиры утверждают, что автоматически кредитный лимит не откроется, для этого нужно подписывать дополнительный договор. Ничего страшного не произошло, но уж очень неприятно, когда нам навязывают дополнительные услуги, о которых мы не просили. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит знать, что для перечисления страховой выплаты можно указывать номер любого вашего счета, открытого в любом банке. И совсем не обязательно соглашаться на предложение страховой компании. Это были правила день. Пермский государственный институт искусства и культуры основан в 1975 году. Празднование 40-летия вуза началось с исполнения композиции «Наша Родина Россия». «Будь славен институт!» – гласят афиши мероприятия в театре оперы и балета. Примерно о том же говорят преподаватели и студенты нынешние и прошлых лет. Самый молодой и самый творческий вуз в Прикамье – Пермский институт культуры. В этом году празднуют 40-летний юбилей. И это повод для встречи. Преподаватели, ветераны института, почетные гости, студенты и выпускники разных лет собрались вместе, чтобы поздравить альмаматор. Мы вообще третий выпуск института культуры. Как это звучит гордо. И мы считаем, что для нас институт культуры, наверное, вообще во многом дал путевку в жизнь. «Очень рада быть выпускницей института культуры. Ну, а хоровое дирижирование – это моя любовь, вечная любовь». «Он ведь еще молодой. 40 лет – это очень молодо. Вот когда будет 150, вот тогда нужно будет уже делать какие-то выводы». Лучшие силы института на сцене Пермского театра оперы и балета. Это последняя репетиция перед галлоконцертом. Над постановкой работает большая творческая группа. Задействован практически весь коллектив. Я выйду в зал и я хочу, чтобы люди, которые уже выпустились во мне, увидели юного себя. Именитые выпускники действительно будто вернулись в студенческие годы. Хореограф Сергей Райник исполняет «Танец маленьких утят». Артист Александр Сумишевский помогает статистам. А иллюзионист Владимир Данилин передает магию творчества на расстоянии. На сцене работают артисты его театра. Подобными капустниками вуз славился всегда. А вот консерватория – это то новое, что появилось в институте. И здесь есть свои таланты. Влад Куприянов и Наталья Кокорина – ученики профессора Ирины Котельниковой. Сегодня они солисты ведущих театров страны. В настоящее время я являюсь солисткой Магнитогорского театра оперы-балета. Спела уже партию Татьяны из больших партий. И в Екатеринбурге я исполнила три небольших партии. Еще учащись студенткой. Собрать всех выпускников Пермского института культуры в одном месте и в одно время действительно сложно. Они работают в разных уголках страны и за ее пределами. Даже на острове Сицилия есть наши люди. Я очень рада тому, что я получила образование именно здесь. Самовыражаться посредством музыки, посредством танца, посредством искусства – это большое преимущество. Еще одно важное событие – торжественное собрание коллектива. Пермский институт культуры получает благодарственное письмо, подписанное министром культуры Владимиром Мединским. В колонном зале педагоги принимают поздравления от почетных гостей. За 40 лет институтом сделано очень много. Сегодня практически во всех уголках Пермского края находятся выпускники, которые несут благородное дело, доносят культуру, искусство. ВОЗ уверенно смотрит в будущее. У нас есть хорошие перспективы, планы. Прежде всего, в развитии образовательных программ. Начинали мы с шести программ, теперь у нас их 70. Да, у нас есть мечта. У нас есть мечта построить учебный театр. Я думаю, что она должна сбыться. 40 лет – это только начало. Но наши герои сильны не по годам. Сегодня здесь учатся те, про кого с гордостью будут говорить наша интеллигенция. Вокалисты, музыканты, дирижеры, хореографы, актеры, художники, библиотекари и даже менеджеры по туризму. Все они получают высшее образование в Пермском институте культуры. Лось – благородное животное. Кстати, лось вполне мог бы стать символом нашего края. Представьте себе наш герб с лосем, с ветвистыми рогами. Еще одна легенда губернского города. Это животное здесь почитали. Партнер рубрики «Туристическое агентство Экскурс Тур Пермь». Новогодний тур в Москву и Сергеев Посад. Этого лесного великана без сомнения видели все, как правило, в зоопарке. А некоторым удавалось увидеть лосей в чаще. Если говорить о далеких временах, то к этому животному было, конечно, особое отношение. Ну как же такая добыча? Это и мясо, и шкура. А рога? Какое украшение жилища или святилища? Если вспомнить мифы, то на громадных просторах от Скандинавии и чуть ли не до Тихого океана существовала легенда о человеке-лося. Кто-то скажет, но сколько раз археологи находили фигурки и птиц с человеческими лицами. Но пернатые пернатами. Однако все-таки к лосю отношение особое. Красавица вишера. Знаменитый камень писаный, где обнаружены рисунки древних людей. Их нашли немало. Причем писать еще несколько веков назад означало и рисовать. И знаете, что удивило на вишере археологов? Казалось бы, царь тайги-медведь нарисован грубовато, выглядит неуклюжим. Зато, как симпатичны лоси, добавим, один из рисунков, где присутствуют сахаты. Некоторые исследователи расшифровывают как карту участка вишеры. О таежных красавцах и древних рисунках историки, да и астрономы еще раз вспомнили после находки у озера Зюраткуль в Челябинской области. Оказывается, с высоты птичьего полета можно разглядеть выложенную из камней фигуру лося. Такие сооружения называют геоглифами. Так вот этот самый большой в мире. А возраст сахатого, видного только с высоты, от 4 до 10 тысяч лет. Как же его выложили из камней, с такой точностью повторив силуэт животного. Дальше больше. Ученые обратили внимание, только в суровом уральском небе, если обвести определенным образом несколько созвездий, Овен, Персейка, Сеопея и другие, то получится фигурка лося, точь-в-точь напоминающего Зюраткульского. Да более того, в период летнего солнцестояния это созвездие отражалось в водах реки и озер. Так что многие из уральцев появились под созвездием лося. Будущим летом желающие могут поискать его в небе. Вспомните эту гипотезу, когда в зоопарке будете любоваться лесным красавцем. Никита Чернов, телекомпания «Ветта». Универсальный рецепт крепких нервов и хорошего самочувствия. Спокойствия и только спокойствия. Сегодня в рубрике «Чтоб я так жил» школа бесконфликтной дрессировки. Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Партнер проекта «Чтоб я так жил» торговая марка «Брит». Здравствуйте! Это программа «Чтоб я так жил». С вами Яна Кунавина. Сегодня мы завершаем цикл программ для начинающих собаководов и тех, кто только мечтает завести себе собаку. Не секрет, что существуют разные школы дрессировки и подходы к воспитанию. Сегодня мы знакомим вас со школой бесконфликтной дрессировки Алекса Вяткина. Алекс, ну вот я знаю, что у вас есть сеть тренировочных центров по всей России и по СНГ. Вы остановились на методе бесконфликтной дрессировки. Вот что это такое? Мы выстраиваем отношения с собакой таким образом, чтобы ей было выгодно что-то делать. К примеру, вот вы взяли щенка. Как сделать так, чтобы щенок хотел работать для хозяина? Был замотивирован на хозяине, не искал развлечений на улице с другими собаками, не убегал. Просто собака получает корм на прогулке, получает его из рук. Проходит мимо хозяина, посмотрел на него. Хозяин говорит «да» и дает кусочек корма. Отдал кусочек корма, дальше не зовет и уходит в сторону. Щенок съел этот кусочек корма, он говорит «так, подожди, что я сделал в прошлый раз, чтобы получить корм?» Я посмотрел на папу. Он подбегает к папе, смотрит на него, папа говорит «да» и дает следующий кусочек. То есть вот отношения собаки и хозяина со щенка выстраиваются таким образом, что хозяин это, ну, грубо говоря, большая миска. В результате собака думает, что она меня тренирует. Она говорит «вусмотри, папа какой». Я подошла на нее, посмотрел, а с него кусок выпал. Но мне нужно это поведение для того, чтобы установить контакт с собакой. Вот это база основная. Дальше можно начинать уже делать тренинг. Ну, позвольте, я много лет с собаками живу. Я смотрю, как гуляют наши пермские собаководы. Это всегда группы по интересам, которые собираются гнеть на полянах в отдалении, отпускают собачек, хозяева сами, все разговаривают, собачки резвятся друг с другом. Вы противник таких прогулок? Да. То есть еще для детей, для своих, мы их отпускаем в секцию, там, где тренер может их научить. Заполняем весь их день. А если мы просто их пустим в тусу, давай скажем, иди тебе там весело, что будет? С собаками находят себе интерес там. Когда появляется хозяин, говорит, пойдем домой, а щенок говорит, подожди, я еще не наигрался. То есть хозяин какой? Хозяин плохой, он меня забирает из детского садика, где мне интересно. Сажаем на поводок и тянем его домой. То есть уже минус. Дальше, если собака ест дома, то интерес подходить к хозяину уже в принципе нет. Если вы завели собаку, вам надо уделять ей время, вам надо с ней общаться. Тренинги нужно сделать так, чтобы они эту активность, свои потребности удовлетворяли через хозяина. У хозяина есть игрушки, у хозяина есть корм, собаке интересно, она находит отдушину в общении с хозяином. Вот тогда самое комфортное, дорогое, безопасное место в мире – это рядом с хозяином. Социализация нужна, но она нужна только, допустим, тем собакам, у которых есть проблемы с другими собаками, с людьми, с животными и прочее. Алекс, вы воспитанник еще старой школы дрессировки. Как изменилось отношение требований к дрессировке и качеству воспитания? С тема дрессировки у нас была очень простая, то есть, так сказать, компенсационный метод, да, то есть наказание, коррекция, подкрепление, коррекция, подкрепление. Сделала, уложилась во время, нормально. Сейчас ценится красота, быстрота, резкость, не только правильность исполнения навыка, но тоже, как он выполнен. Это как фигурное катание. Есть оценка за техническое исполнение навыка, есть оценка за артистизм. За артистизм. Я поиграю те собаки, которые работают весело, уверенно, с огоньком. Каждая собака, это живой организм, то есть, ее мозг нужно развивать. У нас есть куча вспомогательных упражнений, которые мы делаем вне программы. Трюковая подготовка, развивающие игры, это как с ребенком. Собачки строят разные фигуры, то есть, игру, боксер. Вот команда стыдна. Какая прелесть. Ну, сейчас это не соревновательная подготовка, это просто развлечение, трюки. Обе собаки моего разведения. Ульяна, когда она пришла, она завела собак, чтобы была возможность выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Сейчас у нее тренинговый центр в Тюмени. Ты получаешь совершенно другой результат и совершенно другое удовольствие от общения с своей собакой. Все, что только можно, мы с собаками пробуем и нам нравится. Это новое видение. Это не тренинг, это не что-то специальное. Это просто способ провести время со своими собаками. Та система ДСАВ, которая была, она была сосредоточена на хороший пользовательский средний уровень надежных собак. Собак держали для пользы человеку. Она должна нести свою функцию. Если шоу разведения может быть и оправдано в плане разведения пород декоративных. Но когда служебники начали ходить на выставки, с качеством поголовья служебных собак испортилось. На сегодняшний день это катастрофа просто. Надо смотреть и не по дипломам, а действительно смотреть их в работе. Соответственно, если мне нужна собака для охраны, для защиты, я пойду в то место, где я могу посмотреть охрану, защиту, как это происходит. Готов, не готов я взять эту собаку. Это должна быть социализированная собака, абсолютно безопасная. Есть агрессия задерживаем, нет агрессии дружим. Фигурант может подойти и поздороваться с хозяином. А вот это высший пилотаж, он только что его кусал, а сейчас он здоров. Он может погладить собачку. С каждым человеком, который приходит, в первую очередь я обозначаю сложность пути получения настоящей, серьезной служебной собаки. И отсюда мы уже начинаем определять надобность. Многие отсеиваются на этом пути. Что для вас хорошо дрессированная собака? По большому счету, в быту, если я гуляю по парку, и по первому зову собака подошла ко мне, она со мной, и никто не интересен, кроме меня, она хорошо дрессированная. Это служебная собака, он работает по розыску взрывчатых веществ. Выстрел. Я испугалась. Собака не должна отвлекаться. Еще раз. Это движение в группе, часть норматива. Концентрация должна быть на хозяине. У вас в большинстве своем серьезные собаки. А у нас же иногда бывают проблемы и с кокер, с паниелями, и знаете, и с шелти, и с лабрадорами. То есть обучить собаку, тянуть поводок, не кусать прохожих, ходить рядом и не разбирать диван – это азы. Каждый из инструкторов нашей школы умеет работать с коррекцией поведения. Но когда вы понимаете, искусство трессировки – это искусство и наука. Люди заражаются этим и хотят идти дальше. Мы с удовольствием помогаем им расти от уровня просто щенка до чемпионата России, чемпионата мира и прочего-прочего. Мне очень хотелось бы, чтобы люди научились культуре собаковладения. Потому что просто на улице иногда страшно быть, потому что очень много покусов. Хотелось бы видеть больше хороших собак, служебных собак. Алекс, мы рады видеть вас в Перме и очень надеемся, что вы приедете к нам еще. Спасибо большое. Альтернатива всегда важна, а качественная альтернатива дорогого стоит. Спасибо большое. Лично меня очень впечатлила школа дрессировки Алекса Вяткина. Но вы, уважаемые собаководы, вольны сделать собственный выбор. Ведь наша главная задача – иметь рядом воспитанную и умную собаку. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах «Чтоб я так жил», значит, вы настоящий и любящий хозяин. Это главное же удовольствие, с которым эту змейку-то делает. Праздник ведь у ребенка. Хоть грязь, хоть дождь. Аймсарова. Лишь бы маме порадовать называется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Если гора не идет к Магомету, вот и мы решили. Раз погода далека от идеала, порадуем себя и вас какой-нибудь летней песней. А вот и она. Партнер проекта «Магазин свежих и натуральных продуктов «Деревенька» на Комсомольском проспекте 86. Я проснулся дивный мир тут за моим окном. Оу-е-е-е-е. Влюбленных безмятежным сон под ядерным зонтом. Оу-е-е. Мы будем вместе, пока вращается земля. Мы будем вместе, пока мы живы, ты и я. Мы будем вместе, ведь ты же ключка всей вселенной Для меня Что-то изменилось вдруг, танцует все вокруг О-е Реальность стала ярким сном с тех пор, как мы вдвоем О-е О-е Мы будем вместе, как вместе звезды и луна Мы будем вместе, как серфингист и волна Мы будем вместе, ведь ты же смысл новой жизни для меня Мы не знаем сами, что будет завтра с нами И живем мечтами Из которых создан этот мир Мы будем вместе, как вместе с пятницей и четверг Мы будем вместе, как Джу и Этель, Розенберг Мы будем вместе, и даже если солнце в свет будет вдруг помер И мы не знаем сами, что будет завтра с нами И живем мечтами И с которым все там это мир Я проснулся, дивный мир плыл за моим окном О-е Спасибо Как представить свою жизнь на годы вперед? Я думаю, источником такого умения может стать лишь оптимизм Но не будем же мы планировать, как в будущем начнем экономить на продуктах И купим машину попроще, а то дороговато Планирование это почти всегда надежда на лучшее И чуть-чуть холодного расчета Без того, чтобы приложить усилия, ничего не выйдет Значит, будем прилагать, верно? Хорошего дня! 29 октября в четверг в Перми ожидается пасмурная погода Снег Северный ветер 2-3 метра в секунду Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба Влажность 79% Температура воздуха днем около 0 градусов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова